Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в Age of Owners 4, ну а последним DLC Primal Fury за первобытных волков. В прошлой серии мы зарубились с Агатой за Портентиум. Не скажу, что бой был простой, если вы прошлую серию смотрели, то понимаете, что он был совсем непростой. Мы даже потеряли золотого голема, но в принципе... Не сильно я из-за этого расстроился, хотя расстроился немножко, ну да ладно. Ничего страшного, зато золота чуть побольше стало, и по-хорошему должны мы все наши топовые юниты именно переводить в Нежить. Потому что Нежить мы умеем воскрешать, Нежить мы бафаем, все дела. Поэтому золотой голем немножечко нас ограничивал. В общем, как-нибудь вот так. Надо пытаться себя успокаивать, ну да ладно. В этой серии наша задача попытаться зачистить вот эти вот логово. Возможно, отсюда даже заберу я дракона Костянова. Потому что в позапрошлой серии здесь вот мы Костянова-Дракона потеряли. Да, что-то в последней серии какие-то у нас... Такие. С точки зрения потерь не очень. Ну да ладно. Так, а кто у нас будет в итоге штурмовать этих ребят? Вы же не добегаете? Нет, не добегаете. Ну, на следующий ход откладывать не стоит. Так, здесь у нас пара волчиков идет. Я думаю, что они плюс... А тут аж тысяча... Тысяча-тысяча девятьсот силы практически, да? Ну, примерно с нашей сопоставим. Нас чуть-чуть побольше, но... Вот это, конечно, товарищ у них прям максимально неприятно. У него гора здоровья. Отличная сопротивляемость. Вот этот сейсмический удар с обездвиживанием. Угу. У нас, конечно, сейчас есть воскрешение какое-никакое. То есть, даже если мы дракон потеряем, мы его воскресим. Ну да ладно. Постараемся, естественно, никого не терять. Так, а дебаф будет какой-нибудь здесь еще на этой карте? Или вот эта гигантская каменюга есть дебаф? А-а-а, мы попали... Мы, получается, же не на базу напали. Какой дебаф-то? Был бы дебаф, если бы мы напали вот непосредственно на Титана. А мы же напали на соседний отряд. Поэтому никаких дебафов нет. Так, что по хилу? Из-за того, что карта под углом немножечко модельки. И, скажи, ты знаете, прям вспомнился Medieval Total War. Если быть точным, то вторая его часть. Там тоже, если немножко под углом было смотреть, то модельки чуть искривлялись. Эх, давно это было! Ну да ладно. Так. Эти товарищи бегут. Этот товарищ... Ну, ему подойти, конечно, поближе надо, чтобы этим зарядить. Пауки могут впрыгнуть. Версерки могут вбежать. Ну, значит, знаете, наверное, я... Вот этих наших мини-магов немножко отвожу назад. Чтобы не попали они у нас ни под сейсмический удар, ни под прямые атаки этих всяких недругов наших. Чуть-чуть их прикроем, так сказать. Герои, ты у нас чего умеешь? Ты умеешь нежить призывать. Умеешь воскрешать. Умеешь телепортироваться. Умеешь маленьких паучков призывать. Послушайте, нежить я, наверное, прямо сейчас призову. Баньши. А, и даже вот так вот подождем. Ты тоже жди. В общем, пока ждем. Пускай поближе подойдут. И прокачал я способность, то, что за убийство у нас восстанавливаются очки заклинаний. Это прям очень полезно для нас. Потому что с маной сейчас у нас проблема решена. Маны у нас много. Можем заклинания использовать очень часто. А так не повредит цели. Блин. Косточки неудачные здесь кто-то положил. Значит, сюда впрыгнем. Только червяков напугаем. Слабость наложим. Разложение наложим. Хорошо. Тогда герой может еще... Что он может? Кажется, телепортироваться может. Может еще пауканов призвать. Может баф накинуть на кого-нибудь. Ну, не знаю. Давайте. На наш. Типа танк. В принципе, остальные пока не подходят. Ну, тут товарищ может запрыгнуть, конечно. Ну, это вроде как не страшно пока. Из призыва. Кстати, переполнение души избавляет от негативных эффектов нашу нежить. Надо бы про это не забывать. Так. Здесь как-нибудь пока встанем. Возможно, получится спровоцировать ребят на... Какие-нибудь необдуманные действия. Разложение горения. Ну, давайте я, может, еще паука, правда, одного призову. Не буду пока тратить. Призыв к действиям. Пока подождем. Здесь, конечно, дракону можно было бы уже влетать. Так, пауки. Пауки, в принципе, добегают уже до собачек наших. Поэтому чуть-чуть их отведем. Если добегут, то только с прыжка теперь они. Собачки — это наш стратегический резерв. Их не трогаем. Могут сюда добежать, прыгать. Посмотрим. Скелеты тоже пока стоят. Может быть, получится как-то их растащить сейчас в разные стороны. Так, забафались. Пауки. А, пауки в драконов полетели. Но их даже обездвижить умудрились. Ничего себе. Какой-то менткий червячок, блин, сбил защиту у целого дракона. Ну как так? Так, эти червячки отвлеклись, эти прыгнули. Ну, вот видите, получилось их растянуть. То есть одни мэни бьют. Одни на драконов полетели, другие на собак полетели. Третьи баньши лупят. Этот товарищ, конечно, только пошел неприятно. Так, ладно, герой, ты с ускорения. А, ты даже не с ускорения. Ты можешь с телепорта куда-нибудь здесь запрыгнуть. Можно даже вот сюда запрыгнуть и начать рубить. А можно вот сюда. Оп. Ну, почти ваншот, конечно. Давай гнев. Давайте вот так добьем героям. Ай, у них еще воскрешалка есть. Что ты будешь делать? Тогда вот это тоже добьем. Воскресили. Сейчас подумаем, что с ними сделать. Так. Скелетики. Отличная точность продолжает быть на уровне. Задувка, кстати, неплохая. Задувка неплохая. Так, сейчас будет больно мне. Ну, не то чтобы сильно, на самом деле, пока что. Скорее всего, на улетать кого-нибудь будет. Плохой кредит, к слову. Прописал наш товарищ. Так, а ты по нему попадаешь? Попаду. А, слушайте. Да, дебаф накидал. Мак-скелет, мак-скелет. Что ж все легкие уроны-то летят от вас, а? Ребятушки. Вот все попали бы, скинулись бы все и убили бы, но нет. Надо легкими уронами по нему пошвырять. Или вообще промахи на 70%. То уж, в принципе, хорошо. Можно, конечно, его как-нибудь через мэни добить. А почему нет? Давайте так и сделаем. Ага, добили. Черт. Ну ладно, он в любом случае умрет от... Дебаф, которые на нем висят. Там яды всякие. Вот это вот все. Так, ну здесь нас сейчас будут влетать. Там, в принципе, пауки, баньши. Ага. Все, вычеркните баньши из протокола. Ай, прилипчивый туман. Вот паук, который просто должен был умереть, еще кучу урона нанес. Ладно. Дракона воскресим в любом случае. Тут не переживаем. У нас есть и заклинание воскрешалка, и герой воскрешалка. Но, повторюсь, если бы паука убили, дракон, может быть, и не погиб сейчас. Так, это все дело поумирало. В общем, получили очков заклинаний. Так, герой убивает. С этим товарищем, конечно, что делать сейчас? Не то, чтобы сильно понятно. Тридцать девять, тридцать девять. Хотя все, ну, план, тут тридцать шесть. Чисто технически. Может, даже убьем его сейчас. Если, конечно, мазать не будем, как сумасшедшие. Вот, легкий урон первый пошел. Угу, чё, легкий урон. Промах. Ну ладно, добиваем. Отличный. Титан готов. Тут червячки убиты, но... Но живут. Так, может, нам дракона сразу воскресить? Так, здесь у нас лежит. Вроде здесь. Да, он еще исполнен здоровьем воскресает. Какие-то, конечно, вообще песни. Ну, теперь наш железный крабик в опасности. Я, наверное, его просто отведу. А то как-то больновато ему будет. Если подставить под такую кучу ударов. 27, 15. Ну, вроде как выживает. Много у него здоровья. Стенной дракон. Да, просто защите стой. Хотя, можно хвостиком махнуть. Да. Эх, черт, пауки умерли. Да хватит бить дракончика ты нашего. Так, ты куда? Героя. Эхо, хвостом тебя уже ударил. Ну, ладно. Где сейчас наши небольшие товарищи? Постреляют? 25%. Это мало. Так, ладно, тебя добьем, чтобы не мешалось. Так, здесь у нас еще кто есть. Никого? Вот и есть. А, ну, мы и не можно влететь. Да, отлично влетели. Только перекрыли, получается. Ладно, все равно добиваем. Не, не добиваем. У него бессмертие. Так, Крабстер, помогай. Ты добивай. Отлично. Да, с текущим. С одной стороны, у нас много сейчас душ улетает. С другой стороны. А, ты все равно бессмертный. С другой стороны, у нас за счет... Гробницы. Там чуть ли не 15 душ в ход приходит. Оп, извиняюсь. Поэтому можно и... Так, бег, бег, бег. Добегу. Не добегу. А с телепортом. Добегу. С одной стороны, маги немножко утратили сейчас свою актуальность. Но с другой стороны, если они есть, грехами не пользоваться. Я имею в виду то, что они настакивают. А, пускай, бегут. Настакивают они вот эти плененные души. И душ за ход приходит. Хотя 76 у меня всего лишь осталось. Не то, чтобы сильно много. Хочу ли я дракона? В принципе, вот в верхнем отряде я дракона потерял. Поэтому мне там дракон-то нужен. Ага. Снять вопрос с повестки. Не нужный мне дракон. Мне душ не хватает. Берсерка дали, кстати. Тяжелый арбалет дали. Рубильщика. И 101 с еды. Дали вот такого берсерка. С рассекающими клинками. С отравленными клинками. Ну. Чё, и 22 золота ест. Ну, не знаю. Это, конечно, возьмем его с собой. Но без такого. Без особой радости. Так. У тебя что? У тебя инерция удара появилась. Ее обязательно берем. Так. Волчье логово может присоединить еще одну провинцию. Я, знаете, мне что-то ведь нужно было, по-моему. А, мне для телепорта провинция же нужна была. Я правильно помню? По-моему, да. А где мне он телепорт поставить? Может, вот здесь вот, прям рядышком. О, кстати, золото. Правда, жемчужный риф захвачен. Ладно, давайте я пока ферму поставлю. Но это место именно для телепорта. Вот здесь вот будет стоять. Так, требуется указание. Здесь сначала. Здесь заброшена мастерская. Серебряная. А, ну это серебряная. Оно вроде как попроще должно быть, чем то, что мы сейчас зачистили. Но все равно я подхилился. Ладно, давайте сюда тогда возвращаться. Немного захилимся и в мастерскую пойдем. Здесь, кстати, еще один мега-отряд стоит. А, ну 900 всего. Ладно, не такой уж и мега получается. Может быть, даже автобой справится. А может и нет. Ну, давайте пробовать. Два здоровяка там есть. Ну да, здесь без проблем. Правда, душ что-то мало с ним залутали. Колокольчик малого паука. Молодого паука. Есть у тебя местечко? Есть. Ну, значит, бери себе молодого паука. Возвращайся. Ну, а здесь тогда покопаем, раз уж подошли. Может, здесь что-то интересное есть. Вообще, этот отряд у меня шел рульную кузню захватывать. Но что-то пошло не так. Явно. Где-то мы по дороге затерялись. Так, слушайте, а у меня где-то здесь разведчик же был, нет? Да, у меня же даже разведчики есть. Ну-ка. А, не добегаешь. Ладно. Значит, ты покопаешь. Отлично. Может, здесь что-то что-нибудь вкусненькое найдем. Так. Здесь мы аппендицет проверили. Это получается, где мы? Да, у Саурона. Из-под земли выскочим. Но вы, ребята, ждите. Во-первых, из-под земли может прийти город, который в названии я забыл. Это рульная кузня. Которая с определенной периодичностью на нас отряды посылает. Но, во-вторых, ждите, когда телепорт здесь появится. Здесь тоже пока ждем. Слушайте, у нас получается две серии, один ход. Обалдеть. Хотя, ладно, сейчас, чести ради, уже следующий ход пошел. 105 авторитета. Угу. Авторитета, конечно, много. С таким авторитетом можно даже какой-нибудь аванпост в нейтральный город превратить. А сколько у тебя войск осталось-то? Как там вообще? Блин, шестая она по силе, по войскам. Хотя, возможно, сейчас обновится после этого хода. То есть Саурон ей в небесной гавани кучу войск разбил. Я в Портенсиуме разбил. И она все еще шестая по силе. Это серьезное заявление. Так, Агата. Отряд появился. И, по всей видимости, задание выдали пирамонт. И некрамонты. Здесь у нее и пирамонты. Ох, какие гублины тут. Мощные, длиннорукие. Забавно, конечно, вот такие топовые отряды гоблинские смотрятся. Да не только гоблинские. Так, марш зимы. Это классно. На дистанцию до двух провинций можно теперь распространять холодный климат рядом со своими городами. Отмечен смертью. Похитители души это осадный проект и владение смерти. Но это пробав для города. 20 к стабильности. Отмечен смертью. Так, а у нас, подождите, у нас... Да, то есть мы еще одно исследуемое в топовую книгу выходим. Давайте отмечен смертью, попробуем. Боевое заклинание. Может, даже я его не буду забывать. Моя СК выступили в сторону цели. Так, хотя в прошлой серии на паутин... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сауронище! Как бы тебе здесь люлей не настукали? Конечно, у него из войска тоже пробафные. Колдунья на 12. Некромат на 24. для сравнения у меня некромант на сколько бьет. А, ну а 22? Не то что большая разница. Ой-ой-ой-ой. Ну, слушайте. Как бы не отлупили тут его. Нашего доброго друга Саурона. Он посильный на седьмом. Агата осталась на шестом. Птиц на пятом. Плюшкин на восьмом. Бург на втором. Булин, Бург вообще красава. Ни с кем не воюет. Свободный город от... Того рода? Горн на войну объявил. Это, кажется, вот это... Нет, это плохо. Где же Горн? А... Что за Горн? А я вот даже не знаю. Ну ладно. Труид цикла, между прочим. Это вообще-вообще неплохо. Очень интересный товарищ. Конец цикла. Небольшая вероятность убить раненую цель одним ударом. Если у цели мало здоровья, вероятность успеха повышается. В случае неудачи и слабость. Угу. Начать цикл заново. Живые воины устанавливают плюс 70 временную здоровье. Погибшие возвращаются к жизни. Ну, очень интересный товарищ, конечно. Ну, ладно. Пока, наверное, не буду никого нанимать. Так, тут форпост поставили и нужен нам телепортище. Здесь вот будет. Так, Дерин, вернись. Дерин, вернись. Наверное, тебе там нужно будет поставить похилиться. Так, здесь накопали кучу всяких интересностей. Наверное, есть смысл это все дело позачищать. Ой, как много всего копать здесь можно. Так, призыв женица готова. Куда бы я тогда хотел его призвать сейчас? Тут марш зимы зарядит. Женица сейчас посмотрим. Берсерк. Давай, куда-нибудь сюда пока беги. Здесь. Здесь пока никого нет. партенциуме. Но я не буду далеко уходить. Я думаю, что оставлю свои войска вот здесь вот пока. Пускай они стоят восстанавливаются. И если вдруг какая-то угроза, мы просто назад побежим. Жреца, возможно, тоже есть смысл сейчас призвать. может быть, даже сюда куда-нибудь. Чтобы не только облегчить задачу нашим юнитам. Да давайте, наверное, отдам я его Вера Ульфе нашей. Она дракона потеряла, пускай хоть женицу у нее будет. Да. Вот такой вот теперь юнит у нас есть. Очень-очень-очень-очень серьезный удар рукопашный. Хотя бронебойная, пробивная. Я бы сказал, что не очень сильная атака, но зато пробивает защиту с броней. Трупы поедает. Хилис очень мощно. Но и оплата в душах. Золото вообще не берет. Ноль золота у нее. Да, чуть поменьше стали душ получать, но достаточно много их у нас. Поэтому не критично. Нам здесь перегруппироваться бы, что ли. Прямо совсем какое-то пушечное мясо. А у нас две разведчика. Это душа. Какая душа, господи. Дух. А я куда-то туда подошел. Надо было сюда идти. Ну ладно. Я сейчас на самом деле вообще теряюсь. Идти мне в рунную кузню или все-таки здесь его дочистить? Тут хочется дочистить. Возможно даже дочистить вот здесь все. И в принципе еще 20 ходов и туда уже отправиться не только вот этим отрядом, но и еще козлика нашего Фаретом с собой взять с двумя драконами. Сейчас ты им особо не повоюешь, уж очень он раненый. Но соответственно через несколько ходов все здесь наладится и можно будет штурмовать. Так. хранительницу древних можно себе нанять из опытных предтеч. Болотный крокодил кстати у них. За сколько золота? За 180. Нет, просто отпустим. Личина дальнего зрения. А у тебя чего? Плюс они к защите. Давайте шапку оденем, чтобы подальше смотреть. Но эти ребят скорее всего сейчас тоже убегут. И смотрите дерутся. тут автобитвы явно. Мало у них было шансов прямо скажем. Но 82 маны они нам принесли. Как опыт новый нашему герою. Инерции удара. Вбиваем из арбалета и стреляем еще раз из этого же арбалета. Это классно. То есть арбалет достаточно дамажный. 42 урона это приятно. А два раза по 42 урона это еще приятнее. Он плюс еще и цель пробивает. Так вешний ветер вешний ветер что тут с настроением ну можно конечно и баню поставить а может обелиск давайте обелиск так знания идут марш зимы скоро запустим есть еще есть что-то интересное нет даже не знаю даже не знаю в принципе вроде как мы все здесь уже посмотрели ну давайте вот сюда ее выпустим может быть получится как-нибудь помочь нашему товарищу не отлететь быстро так а здесь мы никак не помогаем да здесь мы никак не помогаем блин так а у нас где сейчас есть телепорты а построился телепорт подождите телепорты готов получается мы можем уже помощь отправлять сюда ну давайте вот этих ребят сюда отправим и ну этот отряд пускай наверное берса дождется вот этот отряд еще отправим да конечно они особой погоды не сделают но хотя бы хоть какая-то подмога будет для дейрен потому что сейчас вообще все плохо драконов бы вообще оставить без них пойти но тогда много ресурса будет тратиться никаких враждебных действий я на лесопилку видимо хотел лететь давайте вас пока вытащим из-под земли и мелкая нежить тоже попрет на следующий ход ты пока ждешь ты а двигайся сюда вы отдыхаете вы ждете сейчас все это дело зачищаем возможно даже вот эти отряды пойдут эту мастерскую брать здесь тупик давай на авторасследование что леди как по мне я уже все вообще исследовал что можно пурк продолжает меня конечно немножко напрягать мастерскую магический рейтинг на первое место вышла кстати тоже могу золотое чудо захватить вот это допустим дуб такая точий дуб болин смотри урон урон но я меня марш зима зима готов вот куда можно конечно на столицу бахнуть а можно на стадвольт бахнуть потому что в стадвольте вообще холода нет если на столицу бахать столица просто бонусы сумасшедшие получит от вот этой всей заморозки своей так а что у меня здесь кто а один наемник один просто так купленный ну давайте я сначала на столицу накину смотрите 418 и 195 418 195 461 239 кошмар какой так а сколько на поддержание требуется вообще какое-нибудь поддержание а 12 маны требует то есть мы за 12 маны купили кучу просто себе еды и производства просто кучу я готов еще это даже провернуть разок давайте марш зимы и сейчас ну в следующий раз я запущу вот сюда под землю потому что сейчас мы под землей никакие бонусы не получаем от холода и у нас вот эти все просто пустые стоят станции следовательские нет соответственно у нас здесь не там шпиля мороза криоманти там мегалитов ничего этого нет потому что холода нет это плохо так вы давайте наверно пока рядом с телепортом становитесь тут институт волшебства достроился их 19 не хватает вот академия достроится и будет тысячи науки у нас так дружище ты давай тоже вот сюда здесь присоединяешься к этому отряду и телепортируешься тоже вот сюда будем как-нибудь пытаться все-таки Дерин помочь здесь копаем а чё как раскопок то много ребят вы чё так ну здесь какие-то аппендициты да то есть отсюда нельзя копать да это с другой стороны а хотя вот это можно этот проход раскопать окей так здесь кто халява халява давай герой идёт вы влетаете автобитва без потерь прекрасно герой правда какой-то весь раненый израненой жезл насмешек принять награду так вас что со здоровьем не готовы ещё драться пока нет не готовы здесь ну здесь всё в порядке кроме самого героя герой сильно пострадавший ну получается на следующий ход влетим это всё дело дочистим ещё одни вечные покои кстати блин а их надо брать вечные покои мне бонус дают за склеп очень большой ну давайте вот чтобы прям вам не врать вот сейчас 40 маны 30 науки 15 душ они мне отсыпают поэтому обязательно надо их брать они слишком хороши так здесь пока ждём почти полностью установились так здесь ну ладно давайте вот эти все обходы перехода отставим на следующую серию а здесь я хочу влететь тем волком что получается дэрин не добежит блин дэрин не добежит добегает только волк что такое волк добегает у меня в принципе будет куча маны у меня будет куча очков заклинаний главное чтобы волк не сдох а волк не должен умереть а здесь у него ой 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 а как бы это всё плохо для нас не закончилось на самом деле 1700 на тысячи я даже вручную пойду ребят я не хочу на автобитве это проводить я всю эту партию пытался вот так их столкнуть друг с другом если у меня сейчас это получится это будет классно тем более здесь сколько два героя мне ещё и науки дадут за них и сам джурифакс тут ему ой истребитель слабых на нём есть красота так собака ты давай прячься куда-нибудь ты должен просто жить выживать от тебя зависит вся сила наших заклинаний ух смотрите они отходят молодцы забавно кстати смотрите тоже он не бросает застрельщиков и магов вперёд он их немножко отвёл натиск так а что мы делаем мы конечно можем мэня начать призывать можем конечно какие-нибудь пробафы начать кидать а можем некротизацию давай вот сюда некротизацию на проекции он себе разлагается и если помрёт из него зомби появится а это хорошо а что такое огоньком бахнул воспламенение вот эти конечно духи они сейчас только вот так тоже можно конечно ну смотри что творят как больно как больно очень больно даже эти ребята добежали ну герой самоубийца конечно герой самоубийца так может быть мы не здесь помочь немножко с героем вот так вот сделаем но он собаку вроде как не должен за один прокаст убивать я очень сильно это надеюсь по крайней мере окончательное изгнание так минус герой с героем хорошо ну а еще и другого героя заморозили так наши появились товарищи ну а не здесь Саурон должен побеждать и без потерь конечно но должен побеждать но ведь бьет моих собак негодяй почему собак так а кого можем воскресить кстати а кто помер вот меня никто не отражается видимо все точки заняты где кто-то помер блин собаки просто отступить нельзя чтобы вы умирали вот вообще нельзя еще одну некротизацию вкинуть чтобы жизнь медом не казалась вот героя пускай разлагается с 8 еще 27 а там шеется правда об этих негодяев они от наших зомби хотя нет это не наши зомби наш вот че зомби дружески да да вроде дружески так здесь доковыряли мэни 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 оглушенный по всей видимости так большое воскрешение где кого никого что ли опять а че такое как так вот здесь кого-то могу а кто здесь лежит то есть лежит и гниющий зомби лежат ну че давай мэни опять выбор небольшой хотя может быть героя сконцентрироваться сюда так собаки собаки отступаки отступаем тут конечно на потери очень серьезные у него сейчас героя сковырнём они нормально должны встать в принципе духи крепкие 130 здоровья отличное сопротивление магиям здесь союзных зомби съели но мы сейчас минус герой это прям чётенько мораль у ребят должна сильно просесть да союзный герой погиб вот так вот очки заклинания кончились внезапно ну да хоть некротизацию какую-нибудь запустим пускай разлагаются всё-таки небольшая но помощь собаки вперёд мэни блин мэни 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 просто разверни стой хотя бы впитай сколько-то ударов от этого негодяя не заморозил рыцарь на 28 и оглушился канала дух сейчас убьют ладно мэни хоть напоследок вдарил так волчка стой разложения зомби промах зомби даже он яростью ледового мамонта напоследок успели бахнуть у меня кто остался там у меня только собака наверное да да нет чё уже не буду делать хотя ладно ещё немножко некротизацию тебе здесь помогу хотя вот у меня ещё зомби стоят чё это я а они только появились они вроде как должны атаковать сейчас ааа ещё наши зомби то есть и дух бежит и дух убежал ладно ну потери конечно зато полностью разбили их здесь не не буду я здесь набирать здесь можно стэк был набрать вот здесь пытаться выдумать своровать город у союзника но не так отмечен смертью готово это на самом деле очень классно что здесь двух героев одолели плюс 300 науки нам упало а ну вот топовая книга тени так чары для битв в течении трёх ходов все вражеские войны каждый ход получают 15 урона от холода с базой вероятностью 90 слепота и слабость неплохо призывать на выбранную клетку глобальной карты целую армию нежити низкого ранга забавно за 150 кстати черепков способность проклятие жнеца который дает шанс убить врага одним прикосновением это для воинов поддержки для боевых магов полное действие ну слушать это с одной стороны прикольно даже если не убиваешь 45 урон наносишь это мощно особенно в тех ситуациях когда вот к мага прижали и выбора особо нет то есть или там распукнуть в сторону неприятеля или попробовать его убить и реаниматься на поле боя все дружеские войны нежь возвращаются в строй с половиной здоровья трупы убитых за исключением нежи превращаются в гниющих зомби ну это это просто пушка пушка пушечная это что-то так вы открыли книгу приверженности тени ранга 5 вечный владыка это что-то когда помните мы за драконов природы играли вот что-то это оттуда когда просто всю армию бац и назад можно вернуть так можно изучить век тени это классно так журефакс ага и в плен ага слушайте а вот этих ребят может быть даже и отпуска ух ты а что это за пушка у тебя такая выглядит он конечно гораздо круче чем есть на самом деле нужно казнить ну ладно мы не такие здесь что а получается что подмогу-то я привел а подмогу-то особо не нужна ну как не нужна вот небесная гавань здесь есть за которую можно попробовать зарубиться дерево стражей Саурон уже захватил разведчик ну разведчик беги сюда смотри дорогу получается да давайте эти войска к Дерин так ты только телепортировался ты пока не можешь передвигаться вы давайте дуйте к Дерин ну как минимум здесь вот что-нибудь поуполняем этих ребят убьем и посмотрим что можно потом будет с небесной гаванью сделать а что нет Дерин почти отхилилась ждем здесь 983 еще полторы тысячи у нас явно больше чисто технически мы это все дело разносим чисто технически ох 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 вечный покой тоже хочется взять плюс здесь вот этот отряд но у нас еще 19 ходов на рудную кузню поэтому как по мне вообще все не критично так а ты что ходить не умеешь у тебя ходы закончились а ты тоже ходить не умеешь бля а мне никто не ходить не умеет я что же атаковать собрался как да ты конечно большой молодец на следующий ход получается можно будет влететь а кстати сейчас можно и ранеными драконами влетать мы же там если что все воскресим поэтому можно поагрессивнее действовать так а у тебя разведка да закончилась в смысле по-моему разведчик который я на авторазведку отправил уже банально разведывать нечего так и паутину судьбы сейчас упадут но не сейчас не упадут точнее в осаду их возьмут и я очень надеюсь что портентиум станет нашим не вассалом пока к тем там данником да данником вассал через 6 ходов но здесь этот свободный город государства очень медленно все здесь у нас движется прям очень медленно в эксенград чуть ли не с самого начала игры и процветающий воксал только вот сейчас на следующий ход про этих я вообще здесь молчу смогин у нас до сих пор договор о сотрудничестве даже ни с кем еще не воюет из моих врагов хотя тоже очень давно я с ним хотя и отношения здесь 350 у нас и уважает и плод среброуста здесь у него и все но минус 50 от свободного города государства и в итоге ни о чем так ты в паутину судьбы ты будешь влетать нет ну я на самом деле его недооценил я думаю ему здесь по лицу настучат вот особенно вот здесь вот так а ты кто мудрый волколак ой это наш наш дружище забавный смотрите все наших нанимают конечно все у них умертвые что только нету и посмотрите вот на этих ребят ну что тут похитили радости одни и все есть вообще герои у него он даже в осаду не взял я про то что есть у него герои его фракции или он моих ворует ну-ка саурон ты где где-то был вот он саурон на конину смотрится он конечно эпичный конь у него вообще нормальный пушка правда такой такой герой зачем с собой носит второго тоже мудрый волколак стать так портентиум ты моим станешь нет ну как моим союзника зачем я под землю ушел это идем задание считалось неплохо кстати меня обгоняет так родственные души вассальный договор с плахой ну давай но шансов маловато дело сделано саурон выполнил задание получил награду чего его ты должен был захватить паутину судьбы там же был о захвате разве нет понятно бурга осуждает значит война скоро будет нам сделали комплимент красота портентиум портентиум стал нейтральным городом это здорово это здорово это здорово ты нам каким-нибудь ресурсом отсыпаешь портентиум ну хорошо что он сразу воюет но хотя он новой армии не посылает он так чисто стоит стоит глаза мозолит собственно говоря как и чистокол ну пускай мозолит по крайней мере хоть на своей территории здесь не будут у него наши враги ходить спокойно это хоть какой-то плюс так ну здесь можно кстати таверну поставить получается через один ход вот у нас марш зимы о дракошка кстати еще у тебя кузнечный камень а у меня по-моему нет да у меня его нет арканит уруду где еще дай найти ай матрица тени у меня особо заклинание таких боевых нет ну хотя вот есть переполнение души пробав это урон ослабление природа урон исцеление в принципе есть у меня исцеление усиление тени уклонение эффект еще будут давать такие заклинания ну чисто технически возможно две каменоломни надо для зала каменщиков ну по производству у меня вроде все нормально оружейную можно поставить на ему будет чуть побольше или тень поставить давайте матрицу тени поставлю пускай будет так здесь можно конечно в сторону потайного фонтана идти а можно сюда идти хотя здесь у нас подождите а ты считаете что граничишь не 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 вот допустим вот ты вот городские агломерации есть а у вешнего ветра нет нету я про то что мы получается граничим через гейзер камень но это не считается у нас города которые граничивают со столицей получают дополнительный бонус и чисто технически нам как нибудь вот здесь вот надо соприкоснуться но не факт что у меня лесотражение дотянется досюда точнее лежбище то есть как-то уже слишком далеко ну может и не заморачиваться тогда может вот в сторону потайного фонтана пойти через эти вот лесопилки ну да я даже лесопилку поставлю для всяких тому скорее не пускай будет потом если что уберем так марш строится здесь дракон к драке готов это вся дря дрань дрань господи дрянь к драке готова здесь тоже все готовы в общем все ко всему готовы с плохой договор но это нереально я зря наверное такое задание взял задание я боюсь что провалю здесь учкуемся и может быть даже вот сюда отправляем и надо будет здесь перегруппироваться два некроманта это на самом деле сильно ну ладно ребят давайте на этом моменте мы с вами закончим и следующей серии вот этот пятачок зачистим выйдем а мы кстати здесь вот можем выйти и тем самым к рунной кузне выйдем но вечный покой конечно тоже хочется взять потому что повторюсь это у нас очень серьезный бонус к науке мании и душам за каждого убитого героя это славно в общем всем спасибо кто посмотрел это видео если оно вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока до новых встреч 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 Продолжение следует...